Мы провели уже седьмую конференцию Profit Industry & Energy Day и очень отрадно, что с каждым годом аудитория растет как количественно, так и качественно. Растет разнообразие тех предприятий, которые принимают участие в конференции. Год от года конференция Profit Industry & Energy Day радует нас тем, что мы видим четко, как развивается цифровизация нашего производства. К примеру, сегодня была презентация целого мобильного приложения одного из наших промышленных холдингов, что, естественно, радует. Конференция очень понравилась на текущий момент. До половины дня мы посмотрели немного разных клиентов, разных приглашений от государства. Поэтому я думаю, что достаточно комплексное видение цифровизации промышленности. Мне понравилась возможность послушать коллег из разных отраслей. Всегда полезно пообщаться с компаниями, которые тоже участвуют на стороне подрядчиков, с заказчиками. Это уникальный формат на самом деле. На данной площадке объединены как представители госорган, также бизнес и непосредственно IT-компании, которые могут внедрять те или иные решения. Очень активно обсуждают насущные проблемные цифровизации производства. Была возможность тоже поделиться опытом и услышать мнение коллег. Было интересно послушать у коллег с отрасли, особенно про проблемы. Оказалось, что проблемы, по сути, у всех одни. Участие принимают представители разных направлений, разных компаний. И всегда интересно общаться с такими людьми, потому что узнаешь что-то новое. И на некоторые вопросы понимаешь, что есть не совсем тот взгляд, который есть у тебя. Очень интересные проекты, замечательные спикеры. Очень много кейсов таких, которые бы хотелось опробовать, может быть, пропилотировать. Острый вопрос там, модератор, какие камни есть для цифровизации. Выглядит, что очень много разной линии, да, и что я думаю, что может быть недостаточно. Мы, как Акселек, старались показать вот этого, как структурируют решение для всех вот этого камня на дорогах, цифровизации. Наиболее острый вопрос, ну, это финансирование, меры государственной поддержки. То есть, что промышленные предприятия могут, на что они могут рассчитывать при внедрении цифровых технологий. Что является главным фактором успеха во внедрении цифровых систем. Мне кажется, это вопрос, который волнует всегда и волнует всех, кто занимается этим процессом. Меня зацепило вопрос конкретно от кейса к кейсу. Вопросы вот HCE, вопросы охвата качественной связью, вопросы оптимизации производственных издержек. Сейчас айтишники предлагают решения, вендоры предлагают решения. Основываясь на абстрактных вещах, как удобно, неудобно, полезно, не полезно. А если действительно рассуждать с точки зрения эффективности систем, выстраивания систем, то для бизнеса важна коммерческая составляющая. Боль, которую я, в принципе, всегда вижу, это правильно оцифровать фундамент. Ну, это, наверное, да. Но это практически всегда и везде слышишь. Кто-то чуть-чуть перед уходит, кто-то там еще в начале. Но это такая глобальная боль. Я думаю, было бы полезно послушать об опыте цифровизации, трансформации других промышленных предприятий. Достаточно таким существенным был доклад о космоногазе и KPI по цифровизации интегрированного газохимического комплекса. Ну, я думаю, здесь не хватило вопросов зала, чтобы понимание было, какие проблемы у рынка, у IT-компании. И построить такой более конструктивный диалог и все это зафиксировать, чтобы в конце был некий какой-то протокол. Очень интересно было бы услышать зарубежных экспертов с таким глубоким пониманием вопросов применительно Казахстана. Если бы позволило время, я бы больше с аудиторией поговорил. Что им в работе хотелось бы там иметь тоже в телефоне, не знаю, что их привязывать к компьютеру или к каким-то еще вещам, что им приходится всегда где-то находиться. Очень бы хотела, чтобы больше выступающих было, наверное, со стороны производственных предприятий, потому что на самом деле обычно интересные задачи решаются на уровне производственных процессов. На конференции нужно максимально больше доносить для промышленных предприятий как раз-таки о выгодах и эффектах цифровой трансформации. И я думаю, в рамках проведения данной конференции мы, наши коллеги-спикеры, на эти вопросы, по большей части, сегодня ответили. Вы знаете, сегодня конференция показала нам, что цифровизация страны идет полным ходом, потому что конференция состояла в основном из успешных кейсов, реализованных на наших казахстанских предприятиях. Надеюсь, что на следующий год их будет еще больше и еще масштабнее. Спасибо за участие. Если вам есть чем поделиться с коллегами и вы готовы рассказать о своем кейсе, становитесь спикером наших конференций. Если же вы представитель IT-компании и хотите рассказать о своем решении, становитесь нашими партнерами. Мы собираем отличную аудиторию в промышленных масштабах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok